Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях уже, я думаю, хорошо знакомые вам краеведы, мастера своего дела, наш земляк Сергей Борисович Петров и гость нашей студии, который тоже уже принимал участие в наших программах, это известный в России, не только в России, за рубежом, фотохудожник, журналист Леонид Николаевич Лазарев. Добрый день! И, наверное, сегодня вы нам поможете открыть какие-то тайны, неизвестные моменты в нашем городе, которые мы не знаем, которые обычным глазом открыть трудно, но когда смотришь через объектив, они по-новому как-то начинают открываться и видеться. Леонид Николаевич, я думаю, немножечко нужно напомнить о том, какие связи с Ульяновском, с Симбирским краем у вас. Вы ведь проживаете в Москве, но впервые сюда приехали больше уже, чем полвека назад. Немножечко об этом расскажите. Ну, в двух словах, судьба журналиста за 60 лет, я объездил весь Советский Союз, Россию, но то чувство любви, которое возникло, оно возникло только в Ульяновске. Как ни странно. Я не могу определить четко, почему это произошло. Может быть, потому, что в 1957 году полной энергии сил передо мной раскрылся город, и была задача сделать очень интересные какие-то наброски, которые были сделаны фотоаппаратом. Они лежали много лет, и спустя много лет они были оценены на международных выставках, в изданиях, в коллекции, коллекционерами. И в итоге они оказались в Ульяновске. И Ульяновск тоже оценил работы 1958 года. 50 лет спустя оценил, да? Ну, это прошло 60 лет, понимаете? И это дало повод, это чувство, которое возникло когда-то, оно стало дребезжать и возникать. И когда я первый раз прошелся по городу и накрапывал довольно сильный дождь, то я почему-то стал танцевать под дождем, как в пьесе «Танцующий под дождем» с фотоаппаратом. Прохожие люди задавали вопрос, не сбежал ли я с сумасшедшего дома. Оказывается, нет. Потому что окружающий мир, окружающая красота, сохраненная из прошлых веков, она действует. Вот это бережное отношение к старине, вот тем улочкам, домам, музеям в бесконечном количестве – это психологически действует. И я понял, что человеческая душа, она должна облокачиваться на какую-то историю, на какую-то ценность. И эта ценность в вашем доме очень сохранена. И я был благодарен судьбе, что я оказался в положении человека, летописка, у которого есть возможность это сохранить и передать это людям. Но мне показалось, что моя фотография, моя работа вместе со стихами ульяновских поэтов и поэтов, которые мы писали, это вот тот самый квинтэссенций, который может создать ценность. Ценность для других людей, которые не были в ульяновске или которые жили в ульяновске. Но мне показалось, что я могу создать книгу, альбом, у которого будут душевные связи. Будет поэзия, будет немножко литературы, будет изображение, но изображение, которое идет от прошлого к настоящему. Вот альбом, который передо мной лежит, он идет от прошлого, от Карамзина, Гончарова, Ленина. К настоящему. Леонид Николаевич, но позвольте напомнить, что ведь не просто так вы оказались в ульяновске проездом. Ведь вы же стали победителем, одним из победителей конкурса во время международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Первого тогда фестиваля. Тогда первого фестиваля. Когда ворота открылись, можно сказать, в мире. Кстати говоря, на будущий год будет очередной, тоже юбилейный фестиваль. Дай бог вы опять будете снимать. Москва, 28 июля. Наступил день открытия фестиваля. Эти разных народов Мы мечтою о мире живем Эти грозные годы Мы за счастье бороться идем В разных землях и странах На морях, океанах Каждый, кто молод Дайте нам руки Наши еды, друзья Песня, русский зон И воин молодежь Молодежь, молодежь Черт возьми и юбилей Не уйдет Не уйдет Не уйдет Вас заметили Вы сказали, что Вас послал сюда какой-то журнал Направил, да? Журнал Нет, газета «Спутник», которая выходила На международной выставке в Брюсселе В советском павильоне Вот так А чей-то открытие было Ведь, наверное, тогда молодой Еще никому неизвестный Фотохудожник, фотокорреспондент А конкуренция очень высокая Там все метры Журналистики фотографий, наверное А атмосфера была другая Та молодежь, которая пришла И которая выявила и проявила себя В 1957 году Она иначе видела мир Она иначе снимала Она снимала быстро, динамично Экспрессивно А фотографы, которые были из прошлого Снимали статичные, гарантированные Изображения Но это было связано С военным временем Жесткими требованиями к цензуре Потому что был период Я застал этот период Когда мне редакция говорит Леня, надо пойти на Красную площадь Сделать небольшую съемку Я прихожу Был комендант Кремля Который завел Сегодня Красную площадь Снимать нельзя Мне кажется, сейчас многое вернулось Что-то из того времени Где нельзя, где почему-то нельзя Женщик Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Извините, а вы снимали документальное кино или художество? Документальное кино Документальное кино, поэтому в кино очень сильно выпивают Это не по моей части Потому что я в этой жизни пьян от жизни А когда я выпью, я просто балдею Ну и потом успех один, вторая, выставка одна, вторая, третья И сейчас, будучи пенсионером У меня только что закрылась выставка в Колумбийском университете В Соединённых Штатах В Соединённых Штатах, да Недавно была выставка в Бразилии Я участник этой выставки И какие-то деньги капают от подобных организаторов Понимаете? Потому что я не служу на службе Я занимаюсь творчеством И только Никаких съёмочных, денежных задач передо мной нет И я не берусь за такие работы Ну это замечательно А я, возвращаясь всё-таки к нашему городу Хотел бы вот на что обратить внимание Есть, по-моему, какие-то нюансы Вот, может быть, вы из-за этого влюбились Может быть, нет Которых вот живя здесь Мы не замечаем, как говорится, лицом к лицу Лица не увидать Но уезжаешь куда-то Мне вот какого-то простора вот не хватает Волжского в любых городах Даже на море где-то вот Именно этого венца И, наверное, что-то вот подсознательное тянуло сюда И других мастеров В том числе и фотографии И давно Я просто Вильям Карик хочу вспомнить Да, о котором вот прошлая передача была Это было всегда 19 век, то же самое Вот как он сюда попал Ну немножечко о нём Вы знаете, Вильям Карик кончил Академию художества Он ученик Байлова Да Он не стал художником Он стал фотографом Я кончил ВГИК Я кинооператор по образованию Я не стал кинематографистом Я увлёкся фотографией Так же, как и Карик И судьбы переплетались И я вам хочу сказать Что Карик отянул человек Простой человек Притом, не имея больших доходов Как фотограф Он хватал людей на улице И тащил их в студию Бесплатно А я ведь, насколько знаю В те времена фотографии стоило Очень дорого Сфотографироваться Это зарплата Квалифицированного рабочего Правильно Это 40-50 рублей Это редко у кого такие деньги Знаете, в чём дело Я хочу здесь Как краевед Добавить Дело в том, что Он даже имел звание Фотографа-художника И такие звания Кажется, и сейчас Сохраняются У Академии художеств Он попал Под влияние народников Народники его убедили Что нужно снимать Как раз Простонародье Крестьян Разносчиков Вот простых извозчиков Его даже мама ругала Она говорила Ну, кто же купит Надо снимать Красивых женщин Особ двора Какие-то чудесные виды Но он ездил Даже рискуя жизнью Потому что В Поволжье То холера, то чума И вот он приезжал В 1870-е годы Едва не попав Вот как раз По очередной эпидемии Его возили В телеге В Тарантасе По всему нашему краю В спонсор В помещик Да Это Соковнин Был такой Прогрессивный очень человек И они доехали Даже до Сурри У него есть фотографии На Сурри В окрестностях Симбирска И далеко В Сингиле И так далее То есть это сокровище Он создал галерею Которая получила название Русские типы А потом отдельно Симбирский цикл Это 700 фотографий Он дважды приезжал Симбирский цикл Симбирский цикл Процесс был такой Надо было сварить эмульсию Сварить Взять пластинку Полить эту эмульсию В темноте Высушить эту пластинку Во время съемки Надо было ставить Эту пластинку Создать композицию И экспозиция Достигала Одной минуты На солнце Можете себе почитать А потом Пора Вертуте Эту пластинку Проявить И все мастерство Этого художника Выражалось В композиционном Построению героев И в том Чтобы их убедить Чтобы они Не двигались Да И надо сказать Когда вы смотрите Коллекцию Вильяма Каррика Это поразительно В каких позах Они интересных стоят Это не тот Фоторепортаж Современный Который мы представляли Поймали мгновение И остановили Там надо было Создать мгновение Если поймал мгновение Человек с умом Он нужное мгновение Поймает А если это просто Щелк аппарата Щелкает Как это все Я думаю Сериалы сейчас Проще снимаются Какая-то серия Чем одну фотографию Качественную И мне повезло Я видел подлинные В Петербурге Подлинные фотографии Вильяма Каррика Они поражают Своим качеством И вот когда Их печатают В альбомах Качество Совершенно улучшается Потому что Все со стеклянных Негативов Вот вы мне Про ртуть Рассказали Я не знал Я понял Почему его Оператор Помощник Макгрегор Они шотландцы Вильям и Макгрегор Он умер Вскоре Как мухи Он умер То есть Это был подвиг Снимать тогда Люди дышали Ртуть И умирали То есть Не было изобычного Ни сухих пластинок В общем Вы знаете Не было железных Он ехал в неизвестность Он ехал в белое поле Но Он почему уехал В Ульяновскую губернию Потому что Он знал Симбирскую Это Лондон и Франция Да На международных выставках Выставлялись уже тогда Его работы И вы знаете Мы вот На этой коллекции Только на нашей Симбирской Можем сделать Огромную славу Нашему краю Потому что Можно пройтись По тем же местам В общем То, что вы сейчас делаете Это вот завтра Начинается этот процесс Второй раз Это второй год В прошлом году И сейчас То есть По кариковским местам Проезжает Леонид Николаевич Середина июля И когда заканчивается Четыре дня Она будет длиться Но она не закончится Потом придется Еще раз И еще раз То есть Задача Создать коллекцию Работ Достойной Музейной Ценности И вместе С коллекцией Карика Это будет Одна экспозиция Это будет Возможно Издание Книги Большой Но это все Работает На авторитет В Глианновской области Вначале Говорили о том Что есть задумка Такая Со стихами Классиков И современников Симбирских Издать альбом С вашими фотографиями С вашими работами А я еще хочу добавить Да, Сергей Баричко Обратите внимание На эту потрясающую работу Ну ладно Вот пикториальные фотографии Обычно Делают под живопись Вы посмотрите Это сделано Под мозаику Совершенно потрясающе Строитель В то мем-центре Как раз Да Строитель Мем-центр Понимаете В этих женщинах Внутренняя красота И гордость В них можно Влюбиться Не смотря Да я их помню Очень хорошо Эти красавицы Так что с альбомом Уважаемые гости В какой он сейчас Вы знаете Он Проекты предложения Да Вот Ульяновской области Предлагается Издать проект Вот такой Альбом Замечательный Сколько вы страниц 150 Ну приблизительно Сейчас Это половина альбома Да Это историческая часть Отход от исторической части В современность И альбом будет кончаться Совсем свежими работами Совсем свежим городом Мы уйдем от исторической части К современности А покажите пожалуйста И конечно там будут люди В конце будут много людей Это причуды архитектуры Украшенческие формы То что сохранилось А покажите пожалуйста Где Ренуар был бы доволен Дега Писаро Ну я не знаю Дега у меня Были бы довольны Я думаю Моне и Моне Были бы очень довольны Вашей работой Вот покажите Ну сейчас я понимаю Идет поиск заинтересованных Лид кто бы мог Это дело Совершенно верно Совершенно верно Ну вот тема спорта Решается так Ну вот этот самый Лев Ерохин то и есть Вот он несется на мотоцикле Ничего не умерло Вот сегодняшний Да Ну мы сейчас найдем До этого самого Импрессионизма Ну мы потихонечку идем Вот посмотрите Как решена тема Пушкина Хочу сказать что Вы знаете Все мы можем писать Но это не значит Что мы становимся Все писатели У всех есть фотоаппарат Все могут снимать Но это не значит Все мы можем быть профессионалами Тут интерпретация Изображения есть Это вот реалистическое Изображение Я был поражен В вашем городе Есть такие вот Решения О которых не все знают Горожане тут далеко Не все знают Не знают Наверное Вот обратите внимание Вот пошли французы В данном случае Тут нет стихов Потому что не было времени Они будут Местное стихотворение На эту тему Сколько времени Уходит На один такой снимок Или здесь все индивидуально По-разному Во-первых Это надо поймать взглядом Вот это полтора года работы Вот это полтора года работы Это весь альбом Весь альбом Но с одним снимком Ведь тоже Это не разная работа Вы знаете Причем один снимок Это наверное Одна Тридцатая Того что Снято Идет отбор Отсев Надо увидеть Будущее Будущее Ну свияга Десятки вариантов Они просто Менее интересные Вот понимаете Это можно подумать Что это Где-то Париж Счено А вот Гончарова улица Вот видите Сколько радости Сколько красок тут Взгляд который Действительно Вот обычному глазу Я могу камеру Показать Вот посмотрите Это живописная Как будто бы работа Вот это вот Пикториальная фотография Они практически Вот Последнего времени Они все кажутся Живописными Работами Совершенно верно И тем дальше К концу книга Чем этот эффект Будет усложняться Усиливаться И Это будет Сегодняшний день Ульяна Сегодняшняя История была в начале Крамзин Это будет Сегодняшний день Субтитры подогнал «Симон» Я вам хочу сказать Что Целиком Сделать книгу Это сложно Это Энергетически сложно Это в денежном отношении Это Сделать такую вещь Это сложно Поэтому То что у меня Было сделано За полтора года Я спрессовал Создал Создал концепцию Готов ее показать Ну и потом Будет видно Из чего будет Продолжение будет Оно будет Сегодняшний Отождать Сегодняшний день Леонид Николаевич Какие-то Курьезные Может быть Необычные моменты В ходе вашей работы Безусловно Случаются Но то что Снимать Сейчас запрещают Порой Запрещают Как В Сталинске Какие-то годы Начинают Сейчас запрещать Тут частные Собственности Здесь не смейте Это я понимаю Хотя Наверное И права-то не имеют Но бывают Наверное Какие-то моменты Которые можно С улыбкой Вспомнить Которые обязательно В памяти Откладываются И в том числе Какие-то открытия Которых Даже не подразумевали Что можно Открыть Вы имеете Добрьянов Конечно Ну я скажу Что вы знаете Я преодолевал Когда у меня Доброе чувство Улыбка на лице И человек чувствует Что в этом Да Надо преодолевать Ну Я хочу Обязательно Отразить тему Театральной жизни Ну я так представляю Я прихожу в театр Начинаю бубнить Администратор Он начинает понимать А зачем А почему Как бы чего не вышло Как всегда Ну меня интересует Тема Авиации В Ульяновске Куда пойти Скажет Вы знаете Я хочу поснимать На заводе В Ульяновске Он скажет Вы наверное сумасшедшие Понимаете Тут Без Без Помощи Власти Это не обойтись А помощь какая-то Есть вообще Нет Пока помощи Никакой не было Ноль Ноль Ну мы будем Все-таки Верить в лучшее И надеяться Что хотя бы Посредством эфира Кто-то Из представителей Власти Услышит Увидит нас И Какое-то Содействие Смогут оказать Меня окружает Огромное количество Людей Которые готовы Помочь Мне говорят Нужна машина Пожалуйста Нужна договориться Давайте мы договоримся Но это любезность Она то есть То ее нет Хотя вы знаете Я очень осторожно Отношусь Когда власть Начинает предлагать Какие-то услуги Потому что Как говорил Литературный персонаж На каждый Скормленный витамин Она потом требует Какой-то Отдачи И каких-то Обязательств Может быть И действительно проще Когда есть просто Меценаты Люди Которые готовы Оказать добрую услугу Ну я хочу сказать Что если появится Человек или фирма Которая захочет Создать подобный альбом Я во-первых Буду благодарен И вот их Они вынесут Они заявят Политически Что они поддерживают Они мыслят Подобным образом На уважение На память Об Ульяновске Эти люди Встанут в один Строи С такими людьми Как я не знаю Третьяков В Москве Понимаете Это очень момент Такой очень важный Я не гарантирую Коммерческий успех Ну я думаю Тут коммерческий успех И вряд ли может быть Все Да А можно Не все на деньги Пересчитать Мы вам Чрезвычайно Благодарны Потому что Вот журналисты Знают У нас Обстановка По поводу Культурного наследия Мягко выражаясь Очень непростая И если вы Встретитесь С нашими Архитекторами Строителями Я буду И снимать Еще пойдем Ага Супермаркетов Высоток В самых неподходящих местах Они вам будут объяснять Что в этом городе Вообще нет ничего ценного А началось Этот бандитизм Извините за выражение Я закончил С архитекторов С архитекторов Которые создавали Ленинскую мемориальную зону Которые сюда приехали Увидели то Что вы видели Они прекрасно видели И сказали В этом городе Ничего нет И поэтому Уничтожены были Улицы Все Вот вокруг Улицы Стрелецкая Нет Повезло Уважаемый В частности С семьей Жабер И вот профессор Сарбонна Вероника Петровна Жабер Она потомка Наших дворян Она приехала сюда Походила Она конечно Не такой мастер Как вы Но фотограф Все таки Она поснимала Нашу историческую среду Сохранившуюся Приехала в Париж И показывала Своим друзьям Профессорам Там Образованнейшим людям Все говорили Где же ты была Какой чудесный город Она говорит В Ульяновске А местные архитекторы Говорят Да здесь нет ничего Понимаете То есть Вот вы совсем Другой человек Другими глазами И такие люди Нам очень нужны Как вы Я готов работать Пока есть силы Но хочу сказать Что Ульяновск Меня поразил Не только городом И историей Вот два слова О Денисе Давыдове Вы тоже продолжаете Эту тему Я продолжаю Денис Давыдов Никакого отношения К властью Это не имеет Это моя инициатива Она родилась В Москве В Москве Точно есть Такое же место Как Где он Он 12 лет прожил После войны 12-го года Да В Верхнемазово И я случайно Откуда многие Растут Я случайно Оказался В Верхнемазе Люди Энтузиасты Посадили меня В машину Повезли Показывать Область От которой Я в диком восторге От пейзажа Которые я увидал И в Верхнемазе Я был поражен Ну Я увидал Только одно Я увидал Сгоревший пень Дерево Который Когда-то Денису Давыдову Но восторженные люди Там почти ничего Не сохранилось Но то, что сейчас Губернатор Подписал указ О создании музея В Верхнемазе Посвященное Денису Давыдову И уже потянулись Предложения Об использовании Это музеи В разных В разных И политических И воспитательных И в каких-то Гуманитарных формах Это говорит о том Что он нужен Точно такое место Есть в Подмосковье Имение Дениса Давыдова Так судьба сложилась Что я живу Рядом Ну вплотную На берегах Озеро Круглое Есть такое место Место Дениса Давыдова Где он имел Но он посадил В мышцком Аллею дубов В честь победы Над французами 200 лет назад И часть дубов Сохранилась Я не сразу Об этом узнал Они по сей день Стоят В обхват Они вот такие И шелестят Зелеными листочками Понимаете И началась Раскрутка Историй Да Леонид Григорьевич Вот эти мои идеи По поводу Сосны Пушкинской Языковской И вот теперь По поводу дубов Привозите нам Желуди И мы посадим Это верхней мази Ну привезите Интересная идея Спасибо вам Уважаемые гости Я напоминаю Нашим телезрителям Что сегодня У нас в гостях Были Журналист Фотохудожник Леонид Николаевич Лазарев И краевед Сергей Борисович Петров Давайте Уважаемые друзья Ценить Хранить то Что мы имеем И вот благодаря Как раз Взгляду Человека Который Родом Не из нашего города Но который Открыл для себя Симбирский край Мы можем Взглянуть На себя На свою историю По-новому Я надеюсь Что скоро Все-таки Мы сможем Увидеть Вот эту Замечательную книгу Этот альбом Спасибо А вам большое спасибо До новых встреч Уважаемые телезрители До свидания Лазарев Леонид Николаевич Журналист Фотохудожник Публицист Родился 14 июля 1937 года В Москве Увлекся фотографией Еще в школе Профессиональную Карьеру Начал в середине 50-х годов Прошлого века В 1957 Был аккредитован На первый фестиваль Молодежи и студентов Удостоен Второй премии На фотоконкурсе Фестиваля Работал Фотокорреспондентом В ряде Советских И зарубежных Изданий В 1962 Представители Зарубежной прессы Включают Лазарева В число Лучших фотографов Мира Дипломант И лауреат Премий Присуждаемых Мастерам Фотоискусства В стране И за рубежом Автор ряда книг По фотоискусству И истории фотографии Живет в Москве Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова